Сегодня десятая лекция. Мы с вами продолжаем изучать алгоритмы в языке питомца. Сегодня мы с вами узнаем про не один алгоритм, а целый подход к решению задач, как рекурсия является не алгоритмом, а методикой, так и этот метод, является некоторой методикой, которая подходит для решения некоторых задач. На ней строится уже конкретный алгоритм. Называется это тема динамическая программировка. Динамическая программировка. В прошлый раз вы видели функцию вычисления чисел Фибоначчи, рекурсивную, и осознали, я надеюсь, насколько у нее потрясающая асимптотика. Что количество операций 2 в степени N совершенно немыслимо и для более-менее больших чисел совершенно неразумно. Столько операций вычисляем. А при этом, как я говорил, на бумажке любой человек посчитает. В чем проблема? Или в чем отличие? Отличие в том, что нормальный человек начинает не с конца, не с той самой большой матрешки, которую вы видели в прошлый раз на доске. А начинает как раз с маленькой матрешечки. То есть человек не сразу, у него там, например, нужно вычислить число Фибоначчи десятитысячное. Представьте себе, да? Он не начинает, о, ну ладно, вычислим предыдущее. Он не вот так. Он сразу понимает, что надо начать с начала. Или с конца. В том смысле, что от крайнего случая, с краешек. От простых задач к сложным. Соответственно, в динамическом программировании рекурсивно решающаяся задача выворачивается наизнанку. То есть вначале мы, ну очень сложно с деткой это описать, а вот с матрешками легко. Вот, делаем маленькую. Потом тот же человек, да, как, ну или в цикле фактически, да, он делает следующую матрешку, да, вложить предыдущую. Цикл сделать следующую, это вверх, вложить предыдущую, сделать, там, сделать низ, вложить предыдущую, сделать вверх, соединить. Что в этом случае требуется? Требуется помнить предыдущие результаты вычисления функции. В случае с числами Фибоначчи, помнить их надо недолго. Но я сейчас реализую ту ситуацию, когда я не экономлю память и помню долго. Итак, поехали. Давайте вычислим числа Фибоначчи, а фигурсивно. Заведем массив с числами Фибоначчи. И я сразу заложу туда два начальных крайних значения. Ноль и один. Поскольку они мне и так все равно известны. Соответственно, дальнейшие вычисления будут подразумевать какое-то количество следующих чисел. Ну, допустим, мне нужно энтое число Фибоначчи. Тогда мне туда, надо к этому массиву, к нулю и единичку, еще заготовить какое-то количество чисел. Я заготовлю их сразу и положу туда нолики. Ну, просто хочу что-то положить, я положу нолики. Просто хочу, чтобы Фибоначчи был заранее нужного размера. Размера n, где n, собственно, требуемое число. n равно int int. Итак, я, наверное, попрошу у вас прощения и все-таки оформлю это как функцию. Вы правили? Мы обсудим заодно, если какой-то потеря здесь, в том, что я тут целый массив, сколько памяти потратил. Обсудим сейчас. Итак, def фибоначка. def фибоначка от n. Мне уже дали это n, только осталось оборудование. Я создаю себе сразу массивчик, в котором кладу себе ноли, единичку и еще n-1 доли. Умножить на n-1. Это операция повторения для списка. То есть сразу откусил себе n-1 элемент. Теперь что? Я бегу по этим значениям. For i. Для каких чисел мне нужно вычислить? In range. От числа с индексом 2, нулевой и первой уже есть. До n не включительно. Почему не включительно? Включительно. То n включительно. Что я делаю? f и то е равно f и минус первое плюс f и минус второе. И по окончании результата я возвращаю f и минус второе. Спасибо за правду и минус второе. Давайте обсудим. Первое. Ну понятно, можно обойтись без массива, помнить два последних числа фибоначчи, но тогда записывалось бы некрасиво. А здесь я явно вижу рекуррентную форму. Она явно видна точно так же красиво и явно, как она видна в случае рекурсивной функции фибоначчи. Правда? По памяти. Хуже ли это решение по памяти, чем рекурсивное вычисление числа фибоначчи? Там нет массива. Ну и что? Что нет массива? А на стеке сколько мы съедаем? Ведь во время углубления в рекурсию на стеке будут храниться каждое значение n, каждое временное состояние числа фибоначчи, вот это вот вычисляемое число в процессе вычисления, оно удерживается в памяти. То есть как минимум два числа будет висеть в памяти на каждой функции. То есть еще и целое число n надо помнить. Еще код возврата. То есть минимум три сущности лежит на стеке для каждого вызова функции. Для фиб от n максимальное углубление будет собственно n, ну получится, что n и 3. А у нас здесь просто n, ну n плюс 1, но это не важно. То есть мы ничего по памяти не проигрываем в отношении к рекурсивным хамятам. Просто мы это делаем явно. Откусываем соответствующий кусок памяти. По времени вот эта строчка содержит одну арифметическую операцию, одно присваивание. Ну и два доступа по индексу. Доступ по индексу это операция от единички. От единички. То есть она выполняется независимо от размера массива. Ну или списка. Массив это кристаллическая решетка. Мы сразу просто берем размер элемента, умножили на индекс и посчитали, насколько нужно отступить в память, чтобы взять элемент. Так это устроено внутря. И соответственно скорость очень большая. Вот поэтому вот эта операция выполняется мгновенно, лишь бы что? Лишь бы при обращении к этим ячейкам там был уже не мусор. Это очень важно. Потому что если получится так, что я использую то значение, которое еще не вычислено, или недовычислено, то у меня возникнет ошибочный результат. Молча и тихо, ошибочный результат. Поэтому сам порядок следования, сам порядок следования, вот это вот даже уже я только рейндж подчеркну, да, должен быть таким, чтобы я гарантировал, что на каждой итерации, чисто математически, логически гарантировал, что на каждой итерации у меня вот эти значения уже вычислены. Ну в данном случае это легко доказать, потому что это прямая, извините, да, нулевое, первое, очевидно, следующим будет второе, да, оно вычисляется по двум предыдущим, которые, собственно, есть. Да, таким образом, к моменту вычисления тройки вычислены все значения, нуля до двух, конечно, два предыдущие там есть. Собственно, доказывать это особо нечего, очевидно. Да? Ну бывает ситуация не совсем очевидная, нужно сообразовать, как правильно исполнять. И бывает разный способ этого, собственно, настройства. Так, ну с числами Фаббоначчи все просто и понятно. Теперь давайте решим задачу о кузнечике. Кузнечик и количество траекторий. Задачка номер один. Количество траекторий. Итак, кузнечик живет, кто в кумире работал в школе. Есть такие? Помните там исполнитель кузнечика? Да? О, два человека знаем. Кузнечик живет на числовой прямой. Мой кузнечик будет прыгать только вперед на единичку или на два. То есть он, начиная с клеточки, давайте, с один. Мой кузнечик начнет с клеточки один. Начиная прыгать с клеточки один, он может прыгнуть на двоечку, а может прыгнуть на троечку. И так далее, и так далее, и так далее. Давайте с вами разберемся. Вот он попадает в какую-то и ту клеточку. Каким образом он может это сделать? Только двумя способами. Или из предыдущей клеточки, или из предпредыдущей клеточки. Если у меня есть задачка из ЕГЭ по информатике. Город А, город З. В город З есть дороги из города Х и города У. Количество траекторий в город З из города А. К, А, З. Чему равно? По комбинаторике я могу только по этой или по этой прийти? Других дорог нет. Да, в сумме количеств траекторий из А в Y. То есть вот сколько-то способов сюда добраться существует. И сколько-то способов добраться вот сюда существует. Соответственно, у нас либо-либо нельзя сразу по двум этим дорогам прийти в З. Либо-либо поэтому количество эти складывается. К, Y и К, X, T. Ясно? В данном конкретном случае это что значит? У нас эти города все пронумерованы. Возвращаясь к Кузнечику. И в его случае это значит, что количество траекторий в нижнюю клетку равно количеству траекторий в И минус первую клетку, плюс К и минус вторую. Соответственно, мне нужно только правильно выставить начальное количество траекторий в самом начале, и тогда будет все отлично. Дело в том, что в город 2 я не могу попасть из города 0. Потому что в город 0 ведет 0 траекторий. Но в принципе я могу все равно сделать так, скажем именно, что декларировал, что количество траекторий в город 0, я смотрю вот эту картинку, она вспомогательная. Что количество траекторий в город 0 равно 0, в этом случае я могу сказать, что в город 2 я мог бы попасть из 0, но просто в 0, 0 траекторий, поэтому 0 плюс 1, одна траектория. Ну понятно, не в 2, только один способ. Итого, что у меня получается? У меня получается следующее. Я создаю себе вот эту функцию. Опять же, я могу рекурсивно создать, да, вычислять, а могу создать массив и начать его заполнять по методу динамического программирования. От меньших к большим. Опять же, понятно, что если у меня для всех предыдущих клеток количество траекторий k уже вычислено, то очевидно, что для следующего города не вопрос. Так, что мы делаем дальше? k равно от каких до каких? Ну, допустим, это получается от начальной в 0, 0, в клетку 1, 1 траектория, а дальше уже будем рассчитывать. Что мы делаем? For i in range от 2 до необходимого нам r, и что мы делаем? k и 3 равно k и минус 1 плюс k минус 2. Понятно, да? k и будет сам создаваться. Нет, это хороший вопрос, не будет создаваться, надо действительно заготовить, неважно какое значение, 0 или n я туда отправлю, умножить на n плюс 1 штучка, где n откуда доберетесь. Но в целом понятно, да, я, простите, помарк, ясно. Так, собственно, в данном конкретном случае, конечно же, это числа Фибоначчи получаются. Точность обозамены f на k. Но в этом случае мы подогнали всю теорию, да, вот количество траекторий. И мы можем сделать теперь некоторые интересные следующие задачки. Итак, нам требуется посчитать количество траекторий узнечика, но... Но у нас есть запрещенные клетки. Задачка номер 2. Количество траекторий при наличии запретных клеток, на которые прыгать нельзя. Итак, два количества траекторий с запрещенными клетками. С запрещенными клетками. Итак, у нас есть... Денайд. Это массив, содержащий в себе нолики и единички. Или давайте наоборот делаем, чтобы был алгоритм покрасивее чуть-чуть. А хотя так тоже будет красивее. Пусть будет денайд. Нолики и единички. Соответственно, нолики... Значит, не запрещено, единичка запрещена. И у нас есть какое-то количество запрещенных клеток. Ноль, ноль, один, ноль, ноль. Но очевидно, что если у меня вдруг возникнет две единички подряд, то дело плохо, единичка уже не перепрыгнет. Там все, для него непреодолимый барьер. Поэтому я, конечно, такой ситуации ставить не буду. Просто, чтобы не возникало совсем. Ну и так далее, и так далее. То есть какой-то прям реально забыл. Не важно, откуда я его получаю. Не важно, с файла считываю. У меня есть список запрещенных клеток. В конце концов, там, словарек. Заданные там 5, 7 или 27, 28. Вот. Ну и задачка та же самая. Она требуется вычислить количество траекторий, ведущих в хэм. И вот, раз уж я не опорву как функцию, 2, 1, int, 1. Все, взяли n. Это номер куда? Я создаю это k. Количество траекторий. Начинаем прыгать. С какой будем прыгать? С нулевой или с первой? Здесь уже никаких фабинаций не будет, поэтому я не буду подгоняться. Ну давайте с первой прыгать. То же самое сделаем. 0, 1, плюс 0, умножить на n-1. С точки зрения отказа неустойчивости, или скажем так, корректности программы, чтобы случайно где-нибудь не засуммировать ноль, лучше может быть сделать n. Тогда при попытке арифметической операции с наном программа вылетит, и мы узнаем об этом заблаговременно. А не то, что мы будем получать результат численный, думать, откуда он взялся. А так у нас сразу ошибка понятна. n не удалось. Да, то есть я на 1 умножаю. Так, что мы делаем дальше? Цикл фор движет, начиная от двойки до n плюс 1. Не включительно, то есть включительно. И что я делаю? Если у меня клетка запрещенная, и если не запрещенная, хотя на самом деле лучше всегда обрабатывать более короткую ситуацию. То есть как раз обрабатывать ошибочную. Когда легко срочно, а, проехали. Поэтому if denied, если и запрещенная, в этом случае что? Количество траектории в нее просто равно нулю. Закладываем. А иначе мы вычисляем k и t по двум предыдущим. Равно k и t минус первое плюс k и минус второе. Вот уже мы маленькое усложнение прикрутили. Следующий этап. Что же можно еще сделать с этим методом? на директорическом программе. Извините. Да? Почему? Может, не смех у вас? Да. Когда мы вычисляли без запретных, мы пускали i от 2 до n, а тут с 2 до... А это была ошибка. Это просто была ошибка. dn плюс 1. dn плюс 1. И потом там принт, k, n. Просто я по n включительно вычисляю. Там заложил количество элементов, просто отвечаю. Все? Мой однокурсник в этой стихе учился в Камчатке. И у него был учитель физики. Один из тех, кто жмет где-то в глубинке, а у него школьников, у меня и пятна. Умел писать двумя руками. И левый, и правый. Сразу. Вот. Но самая жесть была, когда он одной рукой писал, а другой сразу запирал. Ну, я-то этого не видел. Кто-то мне сказал, наверное, что какой-то вектор на крестейке так поступал. Я не знаю. Так. Следующая задачка у кузнечки. Задачка номер 3. Это задачка о... Минимальной стоимости. Итак. Начались... Начался капитализм. И некие люди стали брать плату за нахождение в каждой клетке. И теперь кузнечку приходится платить за местоположение в каждой клетке. Вот ты в этой клетке встал, заплати. Вот, соответственно, у нас возникает массив price. Цена за посещение клеточек. Ну, и это массив, в котором для каждой клетки какая-то там цена. 10, 20, 5, 3, 7, да-да-да-да-да-да. Какие-то цены там... А, в начале марш... А, тоже. Нет. Нет. Не требуется вычислить самый дешевый способ попасть в клеточку N. Ладно, способ. Давайте до способа еще доживем. Хотя бы сколько самая дешевая стоимость попасть в точку N. Когда мы решаем какую-то задачу, рекурсивную или динамическую программированию, очень важно сформулировать рекурсивную часть решения и понимать, помнить про крайний случай. Крайний случай здесь простой. В клеточку начальную я могу попасть за стоимость 10. Ну, точнее, прайс от нуля. В клеточку с индексом 1 я могу попасть, естественно, только из предыдущей, поэтому для нее прайс от нуля плюс прайс от единички. Логично, да? А вот для всех следующих еще вопрос. Откуда дешевле? Как прыгать? Напрямую? Точнее, там понятно, что напрямую, да? Что, вторую надо перепрыгивать? То есть с индексом 1 надо перепрыгивать? Зачем счет платить за нее дополнительно? Вот. А дальше уже не очевидно. Траекторий немного. Итак. Итак, давайте формулируем задачу. У нас есть город Z, который есть в траектории из городов X и Y. Что мне нужно найти? Я вот напишу это буквой С и вам объясню. Это минимальная стоимость достижения клетки Z из города А. Я могу померить, пометить, что она минимальная, но я просто не буду писать нигде этот мин. Потому что не минимальная меня не интересует, траекторий очень много и я не буду для каждой там своя какая-то стоимость. Поэтому я буду говорить только минимальная стоимость и достижение каждой клетки. Так вопрос. Я могу, если мне известно минимальная стоимость добраться из А в Y, минимальная стоимость добраться из А в X, так, из А, куча траекторий, вот среди траекторий есть какая-то, которая дает вот такую стоимость достижения этой клетки. Какая-то, которая сюда. В Z можно попасть только через X или через F. Какова это C, A, Z? Какова она? Очевидно, она равна чему? Да, достижение города Z. Ну, или давай, ладно, достижение. C, A, Z. Чему равна? Она равна, ну, во-первых, неминуемо мне придется заплатить за посещение клетки Z. Поэтому она равна чему? Price. Price от Z. Да, я тут спорю. Price от Z. Плюс чего? Плюс мин от CX и CY. Вот вы на самолете летите, и вам говорят обязательно с пересадкой. Или там, не знаю, Петербург или Самара. Вам не важно. Понимаете? Вам надо во Владивосток. или куда-нибудь еще. Вам не важно, Петербург или Самара у вас пересадка. Вам важно, где дешевле. Поэтому вы берете минимальную, да, и вот все. Ясно? Чем важно Самара будет и Петербург? Ладно, девайон. Да. Может быть, кое-что это минимальное, но траекторность A в X возможно Z мне не пригодится. Возможно, в итоговый город, возможно, я буду проходить вообще мимо этого города. Так что ничего страшного, но вот про Z точно вот так. Мы выбираем не меньше из CX и CY. Да. Возможно, что CX и CY это не ценные посещения, это самый дешевый способ попасть в X из А. Понятно? Если ничего дополнительного, там будем меньше уже не сделать. Это самый дешевый способ попасть. допустим, кто-то за меня уже посчитал и сказал сюда попасть вот столько самый дешевый способ. Ясно? Кто это сделает? Рекурсивный ответ, но сам же и сделаю. Вот этим же методом. То есть для X оно будет считаться точно так же. Только если это будет рекурсивная функция, это будет считаться когда? Ну, как сказать, а, ну мне надо вот это, ну ладно, все значения отложим в стек и начнем вычислять следующее. Это а, ну следующее отложим в стек и начнем предыдущее, предыдущее, докопаемся до простого случая и от него начнем разворачиваться обратно, обратно к данной курсе. А в данном случае зачем? Если у нас у него такая-то сложная карта, где какие-то там, кто-то куда-то, непонятно, как это последовательность городов, там еще. Нет, все понятно, на линии все города, которые он посещает, 0, 1, 2, а-та-та-та-та-та, M. Ну, давайте не N, а Ipich. В Ipich я могу попасть от всех и от всех и минус 1 и минус 2. Да? Ну, соответственно, что у нас отправляет, да, Ipich, Ipich, price Ipich, да, C I, минус 1, минус 2, ну и пора оформлять это уже как, собственно, код. Все готово, заготавливаем функцию C. Я уже сказал, давайте, во-первых, заготовим ее в принципе, я ее 0 пробью, 0 умножить на N плюс 1, потому что я сейчас два значения выставлю уже потом. C нулевую равен price нулевому, и стоимость попасть в первый город равна цену любому, то есть price нулевому, плюс price первому. Ну, а дальше, собственно, уже цикл пошел. 4, 100 и in range, откуда? От 2, докуда? До N исключительно. Что делаем? Вычисляем C и 3 таким способом. А очень просто. Price и 3 плюс ну функция мин от 2 переменных, она стройная, простая, примитивная, и я не буду изобретать велосипед, я ей воспользуюсь. Я так и запишу. N вот C и минус первая запятая C и минус вторая. Все. Принц C это ну то есть к моменту, когда я вычислил итоговое значение, мне весь предыдущий массив собственно не нужен. Можно вот это значение return из функции, а сборщик мусора пусть съедает весь этот массив, который мы создали в времени. Но я бы не торопился. если например разница будет небольшой а количество шагов довольно большим из-за 에서 количество шагов будет равно N нет он может N это что с количества шагов N это точка которой нужно достигнуть. Соответственно количество, количество шагов вычислений количество вычислений здесь не превышает N оно у меня будет но он может прыгать через D может прыгать через 1 Но здесь нет двойного вычисления. Нет, я имею в виду, что он может прыгнуть. Я еще раз вернусь к математическому обоснованию. Для того, чтобы вот эта строка работала правильно, я должен гарантировать, что к моменту, когда я вычисляю эту функцию для и того числа, у меня все необходимые значения уже посчитаны окончательно. Итак, поскольку я их вычисляю последовательно, одно за одним, ни одного не пропуская, вычисляю я эти кратчайшие траектории, не пропуская клеток по каждому. Понятно? Соответственно, к моменту достижения этой кратчайшки, я закончу эту мысль, у меня i-1 уже вычислен на предыдущей итерации, а i-2 вычислен на предыдущей итерации. Ясно? И это точно. Ну, просто, а как? Я имею ввиду, что, допустим, цены отличаются, вот, вот он нулевой, первый, допустим, один, а второй два, и так идут один, два, 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 два. Если он пойдет до одного, он пойдет... Дело в том, что он тут никуда не идет. Вот тут кузнечик не прыгает, мы не моделируем поведение кузнечика. О, доброе утро. Мы не моделируем здесь поведение кузнечика. Мы придумали математическую формулу, которая помогает вычислять для клеточки кратчайшую траекторию, если они известны для двух предыдущих клеточек. Понятно? У меня здесь никто никуда не прыгает. У меня просто для этого посчитали, для этого посчитали, для этого значения. Последовательно. Для всех считаем. При этом все предыдущие гарантированно вычислили. Я продолжу дальше. В данном конкретном случае я бы не торопился выбрасывать весь этот накопленный массив С, по той причине, что интересно было бы узнать, какая именно кратчайшая траектория к этому делу привела. Ну вот мы выяснили за сколько, а дальше сейчас вопрос как. Да, то есть какова это? Ну, главное, их может быть несколько одинаковых по минимальности кратчайших, но какой-то конкретный экземпляр мне хотелось бы иметь. Правда? Возникает вопрос как. Итак, смотрите. Для каждой клеточки, вначале математическое пояснение. Для каждой клеточки у меня уже есть рассчитанная стоимость ее достижения. Да, вот где-то там СН, давайте так. Вот у меня ИТая клеточка, для которой стоимость ее достижения СИТая. Вопрос. Ну, а я уже точно убедился, допустим, что она входит в траекторию. Какая следующая, мне сказать сложно, но зато мне легко сказать, какая клетка была для нее предыдущей. Какая? Ну, очевидно, если СИ-1 меньше, чем СИ-2, то СИ-1 была в предыдущей клеточке. Потому что я же знаю стратегию свою, я выбирал через которую дешевле. То есть, тут получается, что понятно, если я вспомню свою стратегию, то восстановить очень просто. Поэтому траекторию надо восстанавливать с конца. Вот эта клетка там неминуемо была. До каких пор это все продолжать? До коллег? Пока я не достигну начальной клетки. С1. Ну, 1. Итак, поехали. Давайте с вами создадим пустой список P. Это все продолжается сразу ниже, потому что вот этот список С с накопленными значениями мне важен. Он не выброшен, он целый. И M у меня есть. Все остальное мне уже не важно, только N и С. Так, даже эти прайсы уже не нужны. Все, С уже вычислил. П. Ну, давайте все-таки надо бы кого-то положить туда. Давайте положим туда N. Последнюю клеточку. И теперь, что я делаю? Пока. Ну, последняя. Я буду докладывать их в конец, только в самом конце этот список разверну наоборот. То есть я начну, N будет первым элементом, потом следующим будет предыдущая клеточка для N. Да, N-1 или N-1, и так далее, и так далее, и так далее. Потом я просто его сделаю на разворот срезом назад. Один раз в самом конце. Это будет эффективнее, чем каждый раз в массив, в начало вставлять и всех сдвигать. Каждый раз. Итак, поэтому у меня самый свежак, то есть самая последняя мне известная клеточка, то есть самая первая из уже известных мне, она торчит в конце. Поэтому я говорю, пока эта, собственно, клеточка, последняя мне известная, минус первая, то есть как с конца, не равна клеточке 1 стартовой, с которой мы начали прыгать. Либо, значит, мы с какой начинаем прыгать? С нулевой. С нулевой мы начинаем прыгать. С нулевой, прошу прощения. В данном случае мы с нулевой прыгаем. Что я делаю? Мне надо разобраться, какая клетка является предыдущей. Итак, давайте я не знаю что, я вытащу этот i, i равно f минус 1. Ну, чтобы не было чуть короче записывать. i-тая клетка, это сейчас вот текущая, которая мне точно известно, что через нее траектория проходит. Рассматриваем, какая была предыдущая. Если у меня c i-1 меньше, чем c i-2, в этом случае стоит сделать, если c i-1 меньше, чем c i-2, значит что? Эта клетка была той самой, которая хороша. Через предыдущие нужно проходить. В этом случае я что добавлю? Я говорю, p, точка, пен, к нашему пути нужно дописать, кого? n, минус, ой, i-1 меньше. Последняя фраза не скажу. И иначе, иначе, что сделать? p, f, n, i-2, и путь развернуть наоборот. p, f равно, p от края до края, то есть двоеточие, двоеточие, минус 1. Все. p содержит все клетки, которые нужно пройти от начала до конца по кратчайшей трекции. Перерыв. Отдыхаем. Венечко хорошо, но лучше король. Король у нас будет шахматный. Задачи для короля аналогичные. Я просто покажу, чтобы вы понимали, как, в принципе, это происходит. Король. Король. Шахматный. Или робот. В общем, король живет на шахматной доске. И может ходить по клеткам. Но нашему королю разрешено идти только вправо, вниз или по диагонали. Если бы ему не разрешено было идти по диагонали, то ответом был бы треугольник Паскаля. Только вот так вот повернут. Но я сразу сделаю не треугольник Паскаля, а чуть-чуть. А назад? А? Почему нельзя ходить назад? Потому что в этом случае возникает вопрос о неопределенности кратчайшей траектории, ведущей в ту клетку. И уже нужно использовать динамическое программирование, как сказать, следующий его этап. То есть там нужно всякие фишечки уже делать. Ну, есть такая штука, алгоритм Дейкстра с перезажиганием. Но обо всем этом мы будем разговаривать, когда будем говорить про графы, алгоритмы на графах. Давайте сейчас разберемся с динамикой, с простой. То есть, короче, он только вправо, только вниз и только вправо вниз. Это для чего надо? Что я буду поддерживать клетки обсчитанными. Вы помните о том, что очень важен порядок обсчетов. Так вот, я буду поддерживать клетки обсчитанными так, чтобы когда я обсчитываю какую-то итую житую клетку, на этой строке, в житом столбце, в житую клетку, то, соответственно, у меня значения для вот этой клетки, для вот этой и для вот этой уже должны быть известны. Какой порядок обсчета, который мне подходит? Во-первых, неминуемо мне понадобятся крайние клетки. Лучше крайние клетки обсчитать заранее. Это может представлять из себя некоторую проблему или, скажем так, подзадачу. Начать с того, чтобы обсчитать кратчайшую стоимость, кратчайшие траектории, наименьшую стоимость попадания в эти клетки, если король посещает эти клетки платно. Или количество способов попасть в эти клетки, но это, правда, тривиально, потому что один нужно просто взять, пробежаться по столбцу двумерного списка, и продолбать туда единичку в каждую клетку. И по строке тоже самое. Количество траектории будет тревять. Давайте я для количества траекторий напишу. Для вот этого минимума там будет то же самое, как было для минимальной стоимости. Итак, значит, у меня будет массив K, в котором мне надо, во-первых, его надо породить размерами M на N. Давайте я M и N введу. M равно M и N. Соответственно, породить массив K двумерный. Как это делается? Мне нужно сделать список длины M, чтобы вот ширина была M, а высота N. То есть из таких списков нужно породить N штук. То есть мне нужно вызывать, собственно, создание списка длины M, вызывать это создание N раз. 4i, in range, определенное. И все это в список. Список этих списков. Это понятно. Понятно? Это понятно. Теперь заполняем. Во-первых, 4i, in range, в каком? Побежим по вертикали N. Что мы делаем? K и ты равен, ой, K и ты, нулевой, нулевой элемент этой строки. Одна траектория равно 1. Второй цикл, 4i, in range. По строке по нулевой бежим и делаем что? K. Нулевая строка. Житый столбец, держи от нуля до M-1, равно 1 траектория. Пробежались, прописали. Одна, 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 одна. Все. Теперь, собственно, как заполнять? Я могу заполнять их вот так. Ну, согласитесь, это будет, кто помнит, заполнение контест с двумерными массивами. Да, это нетривиально бегать, пробегать и жить вот в этом самом порядке. Но можно, в принципе, вот так. Заполнил, когда для вот этой клеточки у нас все три есть. Для этой все три есть. Построчно. Для этой теперь. Для этой, для этой, для этой, для этой. Я могу слева направо, сверху вниз. Построчная обработка. Аналогично. Ну, я ее и буду реализовывать. То есть, вот в итоге что? У меня все вот эти значения посчитаны. И вот какое-то очередное нитое, нитое значение мне надо посчитать. И просто по самому факту порядка обхода и вычислений я уверен, что вот это, это значение уже посчитано. Итак, давайте реализуем для начала этот порядок обхода. Построчно. То есть, по i. In range. В каком диапазоне? От нуля до n. Для каждого i, соответственно, у нас запускается цикл по g. For g. In range. От нуля до m. В минус 1. И что мы делаем? Вычисляем, как это житый. Количество траекторий в эту житую точку равно чему? Количество траекторий в i-1 строчку. Давайте по диагонали вначале. g-1 плюс количество траекторий в i-1 житую плюс при правильном программировании длинных строк не должно возникать. Но эта строка не длинная. Тоска у меня короткая. Но если у вас вдруг возникает неминуемая длинная строка, то можно сделать отбивку и перейти на всю эту строчку. Плюс k из длинной строки, но g-1. Все. К моменту. Правда, я так сделал, что у меня размер m на n, но при этом вот эта клетка имеет, самая правая нижняя, имеет индекс m-1, n-1. Ну уж так получилось, я не буду переписывать диапазоны, пересоздавать массив. Я буду считать, что нам и нужно было найти, соответственно, k, количество траекторий в клетку n-1 строки, m-1 элемент. Что это есть? Все понятно, да? То есть переход к двумерному. Ничего существенно сложного, кроме немножко усложнившихся начальных условий, потому что у вас край крайние условия пошли, существенно не изменилось. Теперь внимание. Я вам произнес очень важные вещи. Послушайте. Вычислительные математики, которая вас, возможно, ждет как профессиональная деятельность, не только как предмет. Простите. Вы строите вычислительные схемы, на которых вы на очередном временном шаге вычисляете значения по значениям на предыдущем, ну может быть, что этот кузнечик еще из предыдущего перепрыгал, и пред предыдущем шаге. И вот помените, пожалуйста, вот этот рисунок, да, и я вам нарисую какую-нибудь там D-образную схему. Или вот такой вот треугольничек, например. Да? Его там вот так вот сейчас нарисую. Вот такой вот. Точечки представляют. Да? Вот это гитая житая клеточка. Для нее считается значение по вот этому, этому, этому. Да? Ну или может быть более сложная схема. Это целая наука о том, как правильно строить вычислительную схему, чтобы погрешности вычисления производных и всего прочего были минимальными. Вот сколько нам надо шагов. Но это все динамическое программирование. То есть это все решается методиками динамического программирования. Вам нужно эти граничные условия выставлять и там прогонять правильно. И все прочее. Но это чистая динамика. Ну и поэтому это, конечно, эффективно, в принципе. Регурсивно, конечно. Сетки очень большие, поэтому все это запускается на страшных пластерах. И еще возникает вопрос, нельзя ли как-то это на нескольких процессорах запустить, чтобы один процессор считал одну часть, а другой другую. Оказывается, можно, то есть в момент, когда у нас один воркер запускает вычисления, то есть в момент, когда первый процессор, ну начальное значение выдали, первый процессор обсчитал вот эту клетку и может приступить к вот этому вычислению, то у меня возникла вторая клеточка, для которой уже можно считать и запустить второго воркера. Второй вычислительный процесс, который начинает бежать следом за этим, то есть это как кирпичи кладут. Но это уже к параллельному программированию вопрос, да? Как класть кирпичи? Можно ли класть кирпичи параллельно в несколько человек? Да, можно, первый положил два кирпича, после этого запускается второй человек, который кладет второй ряд кирпичей. Главное, чтобы он первого не обогнал, чтобы не возникла вот такой ситуации. Но это уже отдельная, опять же, наука, параллельное программирование, которое вот в этом приложении типа используется. От нуля, от нуля. О, конечно, 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 от одного. Конечно, какой там от нуля? Потому что в минус один полезен. А минус один, что самое страшное, это же значение разумное, то есть он с конца возьмет. То есть это возьмет значение, а было ноль какой-нибудь, спасибо, или не дай вам что-то посчитанное. Поэтому, конечно, на воду ноль. Спасибо за поправку, поправьте. А на воду ноль. Все, теперь проверим. Все, последний довод короля есть. Теперь еще пару прикладных задач. Сегодня 3 ноября. Фестер. Ремонт. Останется навеки информация. Ремонт. Так, мы с вами сейчас разберем алгоритм поиска наибольшей общей последовательности. Наибольшая общая подпоследовательность. Итак, задача. У меня есть два числовых списка. Две последовательности. Одинаковой длины. Одинаковой длины. Требуется создать и вывести подпоследовательность наибольшей длины. Общую. То есть, подпоследовательность это значит последовательность значений, в которой часть значений выброшена. То есть, если я выброшу все пустую последовательность, то тоже подпоследовательность. Если я ставлю только первой, то тоже подпоследовательность. Возникает вопрос о том, как можно эту задачу упростить, вести под задачу. Сейчас я подсмотрю и скажу. Ну, понятное дело, можно перебрать все два в степени n возможных подпоследовательности. Ну, как множество, да? Вы помните, да? Как двоичные числа перебирать. Вот точно так же единички будут означать все n-значные двоичные числа. Единичками мы будем выборку делать, этих элементов. Какой элемент входит, какой не входит. И у меня будет перебор всех подпоследовательств. Перебрать все подпоследовательности и все. Так, значит, общая, то есть элементы у меня должны прям совпасть. У меня просто здесь так хоть один я еще возьму. Сделаю. Если я только сейчас правильно вам сформулирую. так, 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 так. Спасибо. 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 И так. И так. Давайте прогулируем, что нам требуется найти. Нам требуется найти... Сейчас, простите, пожалуйста. Никогда не решал эту задачу. Поставлю. Значит, смысл следующий. Нам нужно найти F-итая житая. Где этот самый F-итая житая? F-итая житая. Это длина этой подпоследовательности. Длина наибольшей подпоследовательности. Где у нас и, соответственно, символов использованы строки А. И Ж-итая длина наибольшей подпоследовательности. Подпоследовательности. Срезов А до Итого включительно. От начала до Итого. До И до... Не включительно, потому что начиная от нуля. И B, соответственно, до Ж-итого. Опять же, не включительно, потому что ноль уже вошел. То есть, чуть-чуть обобщение задачи делать. Как в ханойских башках. Когда там нужно с первого на второй, а мы говорим, ну, с Итого на Ж-итый столбец. Соответственно, чуть-чуть обобщить. То есть, наибольшей подпоследовательности для куска строки А, куска строки Б определенных длин. И, соответственно, возникает вопрос, как нам правильно выписать вот этот F, F, Итый, Ж-итый, если для меньших значений этот самый F, Итый, Ж-итый уже посчитан. Будем считать, что он уже посчитан для всех меньших значений. Мы как понимаем, что можем это сделать, да, просто в последовательности обсчета это гарантирует. Чему это равно? Это зависит от того, совпадают ли в строке А и Б, соответственно, Итый и Ж-итый символ. Поскольку символы начинаются от нуля, то я имею в виду Итый символ, это И-1 по Итому. Совпадают они или нет? Соответственно, если они совпадают, если они совпадают, да, то есть вот у меня есть какая-то подстрока вот эта и какая-то подстрока вот эта, и у меня символы совпали. То я говорю так, это равно чего? В длине кратчайшей подпоследовательности, где и то, и то и строка короче, да, плюс еще один символ добавился. То есть этот символ я засчитываю в эту общую подпоследовательность. То есть это равно FI-1, G-1, от меньших срезок на единичку, плюс, собственно, вот этот символ. Но это только тогда, когда если A и ты, ну или если от нуля считать, то A-1, да, равен BG-1. Ну, на самом деле, подождите сейчас секундочку. Нет, если я и ты, ж ты вычисляю, то, нет, мне нужно тогда все-таки BG-1 писать. Тогда BG-1 писать. Тогда получается по G, по I, G, и ты включительный должен быть. Тогда включительный. Подправьте к срезу. Иначе получится делать. Если же нет, символы различаются. В этом случае мы, ну, например, вот эта ситуация, да, вот для вот этих вот мы посчитали. Да, вопрос, а для вот этой вот последовательности что я могу, как я могу сказать? Ну, вот ответ такой, что я должен сказать наибольшее количество для AI-1, то есть один символ отрываем оттуда или оттуда. Ну, все равно увеличить длину общей подпоследовательности не получится. Вот, поэтому мы берем просто кратчайшую для предыдущего размера A или для предыдущего размера B. Соответственно, это равно минимуму от F и минус первому G тому, запятая F и тому G минус первому, если символы разные. Ну, число. Если A и T не равно BG. Ну, как-то так. Давайте я запишу алгоритм. В последовательности могут быть разные. Задачка эта получается с двумя циклами. Итак, N равен длине A, N в длине B, Далее. Далее. Исполняем начальные значения. Я сделаю просто 0, умножить на M плюс 1. М плюс 1. Это длина строки уже получается для. 4I и range N плюс 1. Теперь поехали заполнять. В начальные значения, слава богу, как раз нулями и являются. Для нулевой длины подпоследовательности, для нулевого среза у нас как раз 0. Поэтому начальные значения выставлять мне просто, слава богу, не надо. То есть вот эти начальные нули, они и так все прекрасно заполняют. Итак, 4I в диапазоне от 1 до N включителя. В диапазоне от 1 до M включителя. Теперь, если A елки палки, а здесь я вот смотрю, что заподозрил, а здесь таки для I-1 написано. А там было написано для I. Какая жизнь. Имеются таки в виду и ты и ж ты символ. А здесь, соответственно, спире с правилом. Вот так. Придется и ты. А вот это не индекс символа, а номер символа. Итого. Если A и I-1 равен равен B, G-1, я сделаю пояснение. Это комментарий. Фи-тых символ A и G-B. Потому что от нуля индекс. Поэтому здесь так минус 1. А длинный, соответственно, F, она именно для длин. То есть 0 это значит, что мы вообще даже нулевой элемент не брали. так, а иначе, так иначе, если в этом случае F и G-G равен F и минус 1, G и минус 1, плюс 1. Иначе, символы разные, нам нужно взять, что там написал? Я написал минус, а надо было написать Макс. Мы ищем наибольшую. Отправка в Макс. Соответственно, F и G равен максимуму из F и минус 1, G и F и G-1. Все, на этом, собственно, динамика есть и остается только распечатать эту длину наибольшей общей подпосредственности. F, N, D, M, D. Все. Это наибольшая общая подпосредовательность. Ф, N, D, M, D, M, D, M. Переписываем «Разбира salad», donne ун, F, N, D, D, M, D, M, D, M, D, M, D, M, H, D, M. Поскольку я это дело рассказал плохо, я могу вам сказать, где это можно посмотреть в качестве видеоролика и почитать текст. На foxworks.ru, вики, информатика, там есть отснятый видеоролик. Там будет лучше объяснение. Там учебник бесплатный. Да, и ролики к нему отсняты, пожалуйста, без регистрации. Они есть не просто на ютубе, но на ютубе неумобные серии. Так, теперь второй алгоритм. Это наибольшая возрастающая подпоследователь. Так, мы это быстренько сейчас запишем. Наибольшая возрастающая подпоследователь. Итак, первый способ. Отсортировать последовательность в порядке неубывания, удалить повторяющиеся элементы, получить строго возрастающую последовательность и найти наибольшую общую подпоследовательность О, вот этой отсортированной, с удаленными лишними и исходной последовательности. И эта последовательность будет, собственно, подпоследовательностью А, при этом она точно будет монотонно возрастать, благодаря тому, что Б у нас отсортирована. И она будет иметь наибольшую длину из всех их возможностей. Сложность О от Н квадрата. Но не за предель. Другой способ решения через динамическое программирование. Итак, ФИТ, ФИТ, это длина, собственно, наибольшей возрастающей подпоследовательности. К ИТОМУ символу, подпоследовательности, до ИТОГО символа включительных. Теперь так, я наверняка не ошибусь, если скажу, что ИТОМУ символ, то есть нулевой с индексом 0, это первый символ. Соответственно, Ф нулевое, Ф нулевое, равно нулю. Потому что это значит из нуля символов, понятно? Из нуля символов подпоследовательность. Ясно? Чтобы мы не сделали второй раз этой ошибки. Итак, поехали. Для вычисления значения ФИТ, я рассмотрим предпоследний элемент этой последовательности. Соответственно, этот элемент, вот у нас последовательность, да? Сейчас, я не знаю, что-то, наверное, вот так вот. Я рассматриваю ИТ-ый элемент. Так вот, у нас есть какой-то предыдущий элемент этой последовательности. Он где-то там, житый. Его значение равно А житому. А, ой, А житому. Соответственно, что мне известно? Ну, во-первых, предыдущий элемент точно имеет Жи меньше И. И второе, если, соответственно, этот предыдущий элемент подпоследовательности, заканчивающийся ИТ-ым символом и ИТ-ым значением, то он, очевидно, А житый меньше, чем А ИТ-ым, потому что она строго возрастающая. Соответственно, есть Ф и ИТ-ым, значит, необходимо найти такое подходящее Жи, что Ф житое будет наибольшим. То есть нам нужно пробежаться по всем предыдущим значениям Жи и найти наибольшее Ф житое. Сейчас, секундочку. Опечатка. Здесь минулась. Я, может, это я в массу шел. Вот. Значит, Ф иТ, там формула неправильно написана. Ф иТ равно 1 плюс. Я вижу это так, что это Макс. Ф житое. Ф иТ равно 1 плюс Макс от Ф житое. Для всех Жи меньше И. И при этом требование какое, что А житое меньше, чем А иТ. То есть если оно больше либо равно, то просто нужно пропускать, такой не годится. Все. Соответствующая программа будет выглядеть следующим образом. 0 умножить на ленту А. Это мы сделали функцию. Дальше форм А в диапазоне лент А. И нужно перебирать вот эти Жи, чтобы найти наименьшую форму Жи. InRange I. Это нам обеспечит, собственно, поиск среди тех, кто меньше А. И что мы делаем? Если у нас... Ну, во-первых, требование возрастания требует, чтобы А житое был меньше, чем А иТ. Иначе его надо игнорировать. И, соответственно, что нам требуется, чтобы Ф житое было больше, чем текущее Фитое. В текущем Фитое у меня будет временный максимум. Начинается с нуля. То есть все значения изначально в нулях. Поэтому ноль является как раз хорошим манекеном. Потому что манекен, в точке зрения поиска максимума. Любое положительное число, и вот туда ноль этот выбросит. Потом продолжится поиск наибольшего Ф житого. Наибольшего Ф житого, не верьте глазам своим, в Фоксфорде там неправильная формула написана. Правильно Макс? В программе это написано. И по логике так. В этом случае что мы делаем? Говорим, Фитое равно Ф. Фитое равно Ф житому. Так, и когда мы нашли клеточку, для которой это выполняется, мы делаем что? Говорим, Фитое, собственно, на единичку больше. Плюс равно 1. Такая возрастающая подпоследовательность обязательно найдется неминуемо. Или не найдет. Прошу прощения, только это не на вот этот уровень, а лидея. Вот здесь на уровне фора. Фитое плюс равно 1. Или не найдется. В этом случае, значит, это единственное число и является наибольшей возрастающей подпоследовательностью, которая заканчивается в этом значении. Но тогда он равен равен единичке, потому что Фитое останется равным 0. Ну вот, он длины 1. Все. В итоге нам остается только распечатать кого. Тут не написано кого. Ответом будет наибольшее значение Фитое. Но я тут посмотрю уже стандартные функции. Принс, макс, вот, F. Это, конечно, емкая операция. Это пробежит по всему списку, найдет наибольшее значение и отпечатка. То есть, вот поскольку для любого значения. Все. Ребята, на этом. На сегодня мы с вами закончили. Напоминаю, девятую контрольную я вам открою, чтобы вы ее доделали на 3 дня. А можно 4? Нет. Категорически нет. Это будет сегодня, завтра, послезавтра. Потому что еще 10. Нет, еще 10 будет. Я могу делать их простыми, но не делать их не могу. 7, 8, и 50 они обязательно будут. Возможность 250. До свидания.